Видео журнал горячий мастер представляет. А вы знали, что ваше отопление в доме может и будет шуметь? Диву даюсь, когда люди забираются в такие дали от города. Я приехав посмотреть, спрашиваю, а чего ж вы так далеко забрались? И почти чаще всего люди говорят, мы хотим звенящей тишины и покоя. Представляете, люди хотят, чтобы только звон тишины был им слышен и больше ничего. Конечно же, современные люди, современные застройщики пытаются даже в дальних построить что-то легкое, потому что все это можно привезти, весь дом можно привезти в одной машине и собрать. В итоге убивают два зайца. И весь дом привезли на одной машине и быстренько собрали. Так сказать, можно жить. И считают, что звенящая тишина обеспечена. Говорят, что не приемлет никакого шума. Шума, сливаемой канализацией этажом выше, людей уже бесит. Но в каждом доме есть система отопления, какая бы она ни была, она обязательно шумит. И в моем доме шумит чугунный котел КЧМ. И в вашем доме будет шуметь дорогой импортный котел с насосом. В чем же люди скажут дело? Какой шум вы хотите нам тут подогнать? Вот видите, сейчас будет список причин от слова шум. Все современные котлы, большинство из них оснащены турбиной. Это такое устройство, которое забирает воздух наружу и наружу уже эти дымовые газы выбрасывает. Вот эта турбина, естественно, от слова турбина или от слова турбо, она, естественно, гудит, когда котел работает. Гудит, ощутимо слышно. И без нее бывают котлы, конечно, но в основном, чаще всего, сейчас котлы именно с турбиной люди ставят. При поджигании самой горелки происходят хлопки огня. Все эти хлопки прекрасно знают, как разжигалась старинная колонка, которая висела во многих кухнях на стене. Хлопает довольно хорошо. Это как будто бы большой пакет. Хлопаете воздух, набираете в него. Вот примерно так. И если ваш котел неправильно подобран, если, как говорят, он тактует, то есть то включится, то выключится. Вот так постоянно. То эти хлопки могут быть даже раз в 2-3-4 минуты очень ощутимы. Свист пламени также в этой горелке ощутим, потому что, когда котел работает под воздействием воздушной турбины, пламя именно турбируется от того, что существует определенное разряжение, и пламя именно настроено на то, чтобы работало при максимальном сгорании топлива. И слышно отлично свист этой горелки, самой горелки. Мало того, что вы слышите еще и хлопки огня. К тому же гудит насос. Кто-то говорит, насос не гудит, но я говорю, что я всегда слышу, как насос гудит. То есть я слышу, когда он выключен, котел, и когда котел включен, как насос гудит. Все это бывает отлично слышно. Но опять же я говорю, любое отопление шумит. И в моем доме сейчас на среднем режиме отопления мой чугунный котел тоже свистит, и мама, не горюй. И слышно в трубах тоже такое свое пение. Ну, мы же говорим о том, что люди не знают, что отопление может вообще как-то шуметь. Ну, хорошо, если у меня большой дом, и у меня котел в подвале, в цокольном этаже находится, его слышно, если спуститься непосредственно в котельную. А батареи, вот это пение котла, слышно только если прижать ухо к самим батареям. Только в этом случае можно услышать. Да, еще слышно в той комнате, где проходит дымоход, так как дымоход у меня вынесен из стены, так как он выполняет функции обогрева дополнительного помещения, повышая КПД. Об этом есть у меня видео на канале. Так вот, про этот самый дымоход. Если вы собираете дымоход под свой котел, если у вас турбины не выкидывают ваши дымы на улицу, а как-то они проходят у вас еще и по дому, то вот этот дымоход сам еще при выключении горелки, также он начинает еще и щелкать, остывая. Это тоже заметно слышно. Кто-то скажет, ну какие-то мастер перечистил слабые проблемы и свои какие-то глупые доводы, что где-то там что-то шумит и еще приписал красными буквами, что все это его лично нервирует. Кто-то скажет, что у него где-то что-то там сорвало, кто-то скажет, что у него где-то там бомбит и подгорает. Вы можете сказать все что угодно. Я просто хочу сказать тем людям, что мечтали о звенящей тишине. Если вы строите большой серьезный дом, в котором будет котельная специально выгроженная, дом ваш будет из тяжелых материалов, что позволяет сделать мощную шумозащиту, у вас будет такая котельная, вот как в этом кадре, такая же светлая, и там будет все это ваша работа шуметь. И даже если ваш котел будет с турбиной, который будет на улицу все это выдавать, то вы не услышите вот этого шума и вибрации этого котла. Вот сейчас на рисунке вы видите вибрации и шума этого котла в каменном доме. Но если сама котельная этого дома имеет свой объем, отдельное помещение котельной выполнено стены из кирпича. Если у вашей котельной потолок из монолитного железобетона или плиты перекрытия, тогда из этой котельной, или как люди говорят, из топочной, никакой шум вообще не будет выходить в ваш дом. Вы ничего этого не заметите. То есть будет абсолютная тишина и покой даже в том доме, который находится в оживленной части города. У меня есть видео о том, какая шумозащита бывает в домах разного веса. Но если вы все-таки построили дом из легких материалов по новым модным технологиям и вставили в стену этого дома подобный котел, то по системе досок, осуществляющих, непосредственно держащих на себе весь каркас этого дома, то есть по каркасу этого дома, будет разноситься звон, шум и звуки этого котла по всему дому. Это как музыкальный инструмент балалайка или скрипка. Корпус ее является резонатором и усиливает шум. Вот видите, сейчас котел мигает таким вот фиолетовым цветом. Я просто так выделяю его шум. И вот эти волны вибрации, которые вы сейчас видите, расходятся по стенам этого дома и непосредственно в воздухе этого дома. Все это будет разноситься по вашим помещениям, в каком бы вы углу ни находились. Да, конечно, если ваш дом имеет 200 квадратов, тогда какой-то части этого дома не будет, слышно никакого шума этого котла. Но ведь люди не строят сейчас такие дома, а сейчас все строят такие маломерочки. Тем более, если вы хотите его вдаль в дальних построить, не будете городить огромный особняк из досок и ваты, потому что это просто-напросто глупо. Вот теперь вы знаете, что в доме, который вы построите в абсолютно тихом месте, зимой будут слышны шумы вашего отопления. Они будут обязательно слышны, и те люди, которые об этом не задумывались, они должны послушать, как работают те или иные котлы и прочее оборудование. Или вы должны построить рядом с вашим домом в виде пристроя каменную, котельную или топочную, в которой будет размещаться все это оборудование, что обеспечит вас полнейшей звукоизоляцией от того оборудования, которое вы установите у себя в доме. Это, конечно, прибавляет некоторой стоимости вашему дому, но зато это оставит вас в тишине и покое. Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш видеожурнал «Горячий мастер», расскажите о нас своим друзьям и знакомым.